Здарова картошки, с вами Картофан и это уже вторая часть моих обзоров по моду Ботания. Давайте начнем. И в этой части я вам расскажу как сделать вот такую-то маску картошки про альтернативную добычу маны и также про парящий остров и как его использовать. Так, давайте начнем с альтернативной добычи маны. А для этого нам нужно будет заглянуть вот в эту книгу нашу, лексика Ботания, зайти вот в этот вот раздел и здесь у нас будут все растения, которые нам будут добывать ману. Я вам сегодня расскажу не про все, конечно, но вы можете все прочитать сами и посмотреть, что они вообще делают. Но про большинство я вам расскажу также про дневной цветок и про послен, рассказал в прошлой части, ссылочка на которую будет в описании под этим видео. Так, ну что ж, давайте тогда начнем с самых простеньких. Это у нас водокортензия. Она у нас будет добывать ману из воды. Так, и для этого нам нужно будет, к примеру, где-нибудь, не знаю, вот здесь вот, например, добавить воды. Так, и вот здесь вот нам нужно будет посадить нашу водокортензию, потому что наша водокортензия... Так. Так, это я немножечко неправильно сделал, потому что наша водокортензия, она, как бы так сказать, питается из бесконечного источника, должна питаться, потому что она, как бы, в себе засасывает воду. То есть вот, мы ставим сюда водокортензию, вот, теперь все у нас отлично. И мы ее привязываем к нашему распространителю маны. Так вот, и теперь она будет тоже регенерировать нам ману. Так, сейчас, конечно, это не видно. Так, ну ладно. Потому что она сразу все отдает нашему распространителю маны. Вот, еще помогает нашему распространителю маны дневной цветок. Ну ладно, ну, в общем-то, она добывает ману из воды. Вот. А давайте перейдем к следующему. Следующий-то у нас теплолилия. Она у нас добывает, как ни странно, ману из тепла. А именно, из лавы. Так. Давайте разливаем, например, вот здесь вот лаву. Так. Поставим здесь вот нашу теплолилию. Так, и она сразу же все съела, потому что ей нужен бесконечный источник лавы. А его, как вы знаете, не существует. Поэтому ему надо ставить где-нибудь в аду. Вот. И, в общем-то, направляем тоже и будет давать энергию. Вот. Кстати, как вы можете заметить, сейчас прям активно передают энергию нашему бассейну. Это вот, как вы можете заметить, из-за воды гортензии. Вот, я сейчас кликаю. Вот, как вы можете заметить, здесь у нас генерируется мана и сразу же передается вот сюда. То есть у нас здесь все забилось. Вот. Скорее всего, еще из-за теплолилия. Вот. Так, давайте перейдем тогда к следующему способу. Это у нас пламя края. И это пламя края у нас питается... Точнее, не питается, а пережигает. Я не знаю, как это можно назвать. Перерабатывает уголь и древесину. То есть, как бы, то, что вы можете добавить в печку, то вы можете и скормить нашему пламени края. А привязываем, опять же, к нашему распространителю маны. Так, и кидаем сюда доски всякие. Так. Вот, как вы можете заметить, был сейчас такой звук. И наше пламя края пожирает наши доски. Сюда также можно добавлять и уголь. Вот. И то есть все будет отлично. Вот, как бы у нас все тут наполняется. Сейчас, возможно, даже... Нет, бассейн наш еще не пополнился на единицу, но ничего. Вот. Это, кстати, довольно-таки хороший способ. Также можно его усовершенствовать. То есть сделать так, чтобы на него сверху подавался блок. То есть падал. То есть, например, раз, не знаю, в 5 секунд там падал у него блок. И он бы все это сожирал. Вот. Также давайте я вам сейчас покажу, как я сделал себе это все дело. Так, сейчас быстренько долетим до дома. Так. Здесь у меня домик Хуб Гоблина есть. Ага. Вот это у меня все. То есть здесь, смотрите, вот они наши пламени края. Вот здесь у нас такая ножевная плита. Деревянная обязательно здесь. Так. Редстоун. То есть он дальше идет-идет к выбрасывателю. Потом выбрасыватель передает воронку. Именно выбрасыватель, не раздатчик. Так. Дальше это идет все в открытый ящик. У нас делается из жизни дерева. Вот. И то есть, смотрите, что получается. Мы сюда кладем досок, да. Так. Потом обязательно надо будет пройтись вот сюда вот. И это все. У нас будет пожираться нашими пламенями края. Вот так, то есть. Думаю, вы поняли всю суть. Так. Давайте обратно переместимся. Так. Ну вот мы переместились обратно. И давайте теперь перейдем к следующему способу добычи маны. Так. Следующий способ это у нас Гурма Риллис. Он у нас питается не... Ну то есть так же, как и пламя края. Только у нас питается не досками и углем. А едой. Да. Привязываем его к нашему распространителю маны. Так. И нам нужно всего лишь просто будет кидать в него еду. То есть вот как можно услышать. Он делает такие звуки, когда кто-то что-то ест. Так. И у нас все уже все забилось. Так. Это довольно хороший способ добычи маны. И очень быстро. Так можно делать, например, не знаю, ферму арбузов, чтобы на него подавалось там... Так же, как и в прошлом случае арбузы. И в общем-то все будет круто. Вот. Так. Дальше. А дальше у нас идет это Энтропинум. Не знаю, может неправильно прочитал. А он у нас питается от взрывов динамита. Не взрывов криперы, я это уже все проверял. Питается только от взрывов динамита. Как там зомби на меня нападают уже? Надоели они. Так. И чего? Как они тут появляются? Ладно. Так, там еще скелет. Ладно. Давайте поставим наш Энтропинум. Вот так вот он выглядит. Довольно красивый. Оставим около него динамит. Кстати, он не будет ничего разрушить. Потому что он будет пожирать как бы взрыв динамита. И как бы себя все забирать. Так. Взрываем динамит. Так и внимательно смотрим на заряд нашего Энтропинума. Так, хоп. И как можно заметить, в нем очень много стола маны. Вот так вот. Так. Вот наш бассейн уже пополнился на одну шкалу маленькую. Его довольно долго заряжать надо. Особенно когда вы будете делать террасталь. Это просто будет очень трудно. Я мучился там, наверное, где-то часа два там все подпитывал. Так, сейчас мы быстренько убьемся. Кстати, можно гнилую плоть тоже этому гурма и гурма рилису скармливать. Вот и все будет отлично. Вот так вот. Энтропинум, по-моему, самый просто лучший способ добычи маны. Ну, после гурма рилиса, конечно. Потому что гурма рилис, он, как бы, можно так сказать, будет делать из ничего маны. Потому что у вас будет бесконечный источник, например, арбузов там. Вот, вы можете гайды найти, как делать бесконечный источник арбузов в ютубе. Вот. Ну, и, в общем-то, все. Вот он разрядился. Распределить маны тоже разрядился. И вот мы, получается, с ним зарядили на две шкалы наш бассейн. Это после одного динамита. Ну, может, еще там всякими пламенями, краями его тоже подпитали. Но, в общем-то, все равно это отличный источник энергии. Так, давайте дальше прям покажу, как крафтить вот эту вот маску картошки. Так, она у нас крафтится из пыльцы красной. В ступке пестики перерабатывается. Вот, дальше вам нужно будет так все выложить. И вам нужна будет мана-паутина. Она у нас получается путем кидания маны в наш бассейн маны. И получается мана-паутина. Такая получается маска. И она одевается вот сюда вот, то есть в наши обереги. Не знаю, как их еще назвать. Ну, в общем-то, вот. Так, и давайте тогда перейдем к нашему парящему острову. Он у нас делается вот таким-то образом. То есть вам нужно будет земля. Луговое семя, которое как делается, я вам сейчас покажу. И также... Так. Нам нужно будет еще мистический... Светящийся ли... Мистический цветок. Любого цвета. Вот, то есть мы возьмем, например, лаймовый. Так. Землю. И луговое семя. Вот у нас получается парящий лаймовый цветок. Как нам делать это луговое семя? Это довольно просто. Вам нужно будет кинуть в бассейн маны обычную траву. Ее добыть можно с помощью ножниц. Хоп. И вы получаете луговое семя. Так. Дальше вам нужно будет... Вы сможете, точнее, на него посадить любое цветок. Вот такой, например, чистая маргаритка. Это будет очень удобно, например, делать, чтобы... Многоэтажные заводы по деланию жизни деревьев и жизни камня. Так. Что вам нужно будет? Вам нужно будет сделать маргаритку. Так. Ведро. Так. Летим к нашему источнику воды. Так. 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 Хоп. Дальше кидаем сюда четыре мистические белых лепестка и... Как катализатор семечка. Ага. Вот мы получаем чистую маргаритку. Потом мы соединяем вот этот парящий остров с чистой маргариткой. И у нас получается парящая маргаритка. Не знаю, как еще назвать. Вот так вот все выглядит. И она имеет такие же свойства, как и чистая маргаритка обычная. Только она может ставиться над чистой маргариткой вообще куда вы захотите. И она будет как бы делать вам что вы захотите. То есть либо жизни дерева, либо же жизни камень. Так. Маленький зомби. Вообще будет мешаться, тут надо убить. Вот так вот. Оп-оп. И то есть... Давайте сейчас подождем. Так. А давайте пока что про другое расскажу. Здесь также есть этот чертополох. Здесь не показан его крафт, так как он крафтится. А точнее он даже добавляется модом таункрафт. И он у нас делается с помощью алтаря. А вот у нас есть. Получается, если вы установите мод ботания, и у вас будет уже установлен мод таункрафта, у вас добавится такой вот раздел. Это у нас апокрифы. Вот. Вот так он выглядит. Я здесь еще очень мало чего-то изучил. Так я даже еще прям точно не знаю ботанию. Вот. То есть я, получается, вам говорю то, что я пока что знаю. Я, то есть с каждым днем все узнаю новое. И, то есть, вам все буду говорить. Вот. Я изучил тут, и, получается, здесь у меня получился чертополох в изучении. Вот. И здесь у нас, получается, так он крафтится. То есть здесь нужна будет руна маны, руна обжорства, мистические фиолетовые лепестки, и также зараженная щупальца. Да, кстати, я вам еще забыл рассказать про то, как делать специальный рунический алтарь. Я точно не помню, как он называется вроде, рунический алтарь. Так, зомби. Вот. Ну, в общем-то, как вы могли заметить, у нас здесь уже все сделалось. Вот так вот. А рунический алтарь у нас находится в самом первом разделе. Вот он. А вот у нас рунический алтарь. Здесь у нас все описывается, что как делается. Вот его, кстати, сам крафт. И здесь у нас показываются всякие руны, как они делаются. То есть здесь вы можете найти как раз руны, которые нам нужны будут для вот этих вот всяких цветков. Ну, то есть, как можно заметить, здесь такой вот крафт. Здесь вообще все крафты показаны, которые из ботани здесь показаны в книге. Вот. Так, давайте скрафтим этот алтарь. Вам нужен будет ман-алмаз. Он делается путем. Не знаю, сейчас получится ли. Так вот, у нас достаточно мана. Это у нас вот столько. Мы можем сюда кинуть в наш бассейн маны. Алмаз. И у нас получается ман-алмаз. Так, хоп, делаем вот так вот. И обкладываем вот так вот сверху. С жизнекамнем у нас получается ромнический алтарь. Так. Куда его поставить? Например, сюда вот. И, как пример, я уже заготовил тут руну. Это у нас получится руна воды. Сахарный тростник. Давай сейчас вам покажу. Так, где тут вот это вот? Так. А вот у нас руна воды. Вот так вот она крафтится. Здесь у нас соотношение 10х. То есть, типа, 10 рун у нас должно вот так вот получиться. Типа, сколько нам понадобится маны. Но, если навести, то у нас получится 1х. То есть, вот столько нам понадобится маны. А вот, его будет питать распространитель маны. Так. Получается, ставим сюда вот так тростник. Правой кнопкой мыши удочку. Нашу мана порох. Мана порошок. Не знаю, как хотите, называйте. Мана алмаз. И костную муку. Так. Думаю, сейчас будет удаление вещей. И удалятся вот эти вещи. Но нам повезло. И удаление вещей не затрагивает вот эти вот летающие объекты. Так. Теперь берем наш посох леса. И направляем на наш алтарь. Так. Что-то забыл. А вот слиток моностали. Нет, что я, получается, лишний положил. Так. Что не надо было класть? М. Так. Я что-то путался. Так, удочка есть. Тростник есть. А, мана алмаз не надо было. Зачем я сюда вообще положил? Так. О чем они не забираются? А. Надо шифтом. Хоп. Все у нас показывается. Типа. Стрелочка. Вот. И у нас делается наша руна. Вот как можно видеть там справа. Такая типа шкала. Вот. В общем-то, сейчас надо подождать. Пока наш распространитель все тут сделает. Мы можем помогать скармливать нашему гурма релису. Еду всякую. Вот. Пламя и края. Вот. И, в общем-то, все будет намного быстрее. Так что, кстати, есть улучшенные. Распространитель маны. Это у нас эльфийский распространитель маны. По-моему, так называется. Так. Ага, вот он. Вот так он крафтится. То есть, древесина мечтаний. Она у нас крафтится. Точнее, не крафтится. Она у нас получается с помощью портала в Эльфхельм. О котором я вам расскажу, скорее всего, через часть. Вот. Ну, то есть, я вам в следующей части еще вам что-нибудь расскажу что-нибудь новое. И потом про портал в Эльфхельм. Так как он довольно-таки затратный. Вот так это мы сотрем. Так. Вот у нас, в общем-то, зарядилось все вот этой маны. Теперь нам нужно будет кинуть жизнекамень. Это как катализатор. И тыкнуть по нашему алтарю руническому посохам леса. И вот у нас получилось две руны воды. Так, это мы сюда поставим. Вот так вот. А потом эти руны используются. Используются где-нибудь. Например, где? Водокортензия, да? Нет, она не требует этого. В общем-то, где-то используется. Сейчас вам найду пример. Так, нет, не послем. Так, это у нас руны маны. В общем-то, все это показано, как какие руны крафтятся. Вот здесь вот. Вот. Ну, в общем-то, где-то, короче, пригодится эта руна. А вот, например, для руны зимы. Руна воды нужна. Вот. Ну, в общем-то, вроде бы все, что я вам хотел, я вам рассказал. Так. Ну, вроде бы да. Ну, а на этом пора заканчивать. С вами был Картофан. Ссылочка на сервер, на котором я всегда играю, будет в описании под этим видео. Заходите здесь онлайн довольно-таки маленький пока что. Вот здесь. Место полны-полно, где можно развиться. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем удачи и всем пока.